Продолжение следует... Пойдем в первую половину. Что, черт возьми, тут происходит? Не понял. Он без сознания. Ага, на таблетке обратите внимание, док. Ага, это валисиданол. Очень сильный седативный препарат. Кажется, Юнг ввел им именно его. Теперь нужен антидот. Возможно, стоит его встать, но ладно. В ординаторской было куча таблеток. А думать только. Мое появление так его взволновало, что он оставил кабинет незапертым. Фух. Я чувствую, Юнг это развернет, как будто это мы сделали. Мне нужно седативное, чтобы подобрать антидот. Есть у тебя седативное. Это валисиданол. Это валисиданол. Крайне сильный седативный препарат. Валисиданол. Его действия снимут 10 миллилитров акинетрина. Возьму сразу побольше, чтобы хватило на всех. Через пару часов они придут в себя. Минутка медицины. Бессознание. Держись, парниша. Вот оно. Давайте по всем пробежимся на всякий. Вторая палата погибла. Третий, четвертый. О, господи. А, они все в таком состоянии. Так. Тетина. Так. Шибкая пара. Интересно, будем они тоже внутри ли сколоть? Это не годится. Серьезно? Все ясно. Ну, конечно. Я вот пока не в таком состоянии, я бы сейчас еще Мареке позвонил, но он приехал. Он тоже без сознания. А то сейчас опять весь кишмиш на меня смотрит. Типа, вот, Магнамара влез в мой кабинет, взял дедактивный и кольнул им подростков. Хорошо. Серьезно. Че, остановит? Тем более, это для пара я забрал. Ладно, теперь остается только немножко подождать. Немножко подождал. Я, конечно, понимаю, что он, скорее всего, захочет просто позвонить. Смотрите, смотрите. А, ты уже не спишь. Доктор. Я знаю, он дал тебе лекарства. Всем вам дал. Мне очень плохо. Но я ввел тебе антидот. Сейчас тебе станет лучше. Мне страшно. Я туда не хочу. Куда? Куда сказал доктор Юнг? Нас переводят в другую больницу. Что? Интересно. В какую? Это вам тоже сказали? Мне кажется, в клинику нейрохирургии. Нейрохирургии? Ты уверен? Да. Так он сказал. Что они там с нами сделают? Нейрохирургия. Это же когда голову оперируют. Правда? Этого... Этого просто не может быть. Представить себе не могу. Ты точно ослышался. Значит, нас не будут оперировать, доктор? Да? Ни в коем случае. Они не сделают ничего подобного. Я помогу вам выбраться отсюда. Слушай внимательно, мальчик. У нас не так уж много времени. Похоже, что у меня больше не будет сюда доступа. Мы должны довести наше исследование до конца. А потом вы уйдете. Ты еще помнишь, о чем мы говорили в последний раз? Да. Хорошо. Тогда постарайся расслабиться. Мы почти у цели. Важно, чтобы у нас все получилось. Хорошо. Сосредоточься. И скажи мне, что ты видишь до того, как вы оказались на кухне? Что произошло? Лакса, давай. Мы должны затащить. Обстановка-то накаляется. Блин. Они все сидят и в BMO программу, я думаю. Вот, типа, блондинчик. Но они все тут. Это и так она. Которая погибла. Девушка. Сосредоточься. Катер. Маминный тип. Ну, понятно, почему у них реакция такая. Ну да, тут еще вспышки. Зомбирование через короткие лучи. Я слышал про эту теорию. Там, частично 50 на 50, если честно. Ну, просто, я не помню, что проводились такие эти. Вот. А, то есть, вот это моргало, и они... Вам конец. Все записились. Ну да, их прозомбировали на агрессию. Так, я могу что-нибудь делать? Ага, вспышки. Это значит, что-то произошло с вами, пока вы сидели за этим компьютером. Что-то вас изменило. Изменило. СМС и на. О, Господи. Мне срочно нужно выйти. Я сейчас вернусь. Хоть бы ничего плохого не случилось. Хотя, я понимаю, что все заняты лететь, но... выйти, в смысле, на улицу. СМС-ки. Я в Нью-Йорке, Ким. Я в парке, Ким. И что, нам сейчас нужно бежать в парк? Серьезно? Давайте пойдем в парк. Я бы не оставлял детей, но ладно. Хотя, у меня и так фаршман пересчитывает. Палка двух концов просто. Где тут переход в парк? Я помню, он тут был. Вот, центральный парк. Да. У нас еще и два пистолета. Здесь. Уже вечер. Ну, Анакин. Ну, она прислала кольцо, она его не простит, я думаю. Теяна вообще... Я же видел только силуэт. Если это только сейчас не будет очередным покушением. Хотя, спокойно может быть. Бабах, выстрел. Я не знаю. Нет, просто Ким. Привет. Привет. Ты хорошо выглядишь. Ты хорошо выглядишь. Не беспокойся. О, как холодно. Все прошло. Послушай, позволь мне хотя бы... Нет, слишком поздно. Кто он? Мне не хотелось идти сюда одной. Ты меня пугаешь. Это его друг, спорим? Я желтый костюм отсюда вижу. Мне очень жаль. Прощай. Я говорю, он мутит с его женой. Все. Разумеется, Терри, может... Что ты тут делаешь? Давай. Да, я понимаю. Это вы хорошо придумали. Ни хрена ся, он силен. Уходи. Макнамара, уходи. Ну, шикарно. Я так и знала, Дэвид. Ты погиб. То есть, гибель это означает? Ну, окей. Возможно, он будет жить. Обидно. Очень обидно. Это точно. Мистер Флинн. Добрый вечер, сэр. Могу я узнать, что это должно означать? Что мои чемоданы тут делают? В вашей комнате убрали, сэр. Распоряжение руководства. Не может быть, чтобы вы это всерьез. Мне очень жаль. И где, интересно, я сейчас найду себе комнату? Сэр, я только выполняю инструкции. Очень хорошо. Но этим дело не закончится. Так и передайте своему шефу. Может, посоветуйте, куда мне теперь с вещами? При такой-то погоде. Может быть, вызвать вам такси? Нет, спасибо большое. Как-нибудь обойдусь. Как скажете. До свидания, сэр. Это просто великолепно. А теперь мне что делать? Я без понятий. СМС-ка? Что-нибудь такое? Нет? А что мне дали? Там не дали какой-то черт от конверта. И его я не вижу. Мой багаж. И куда мне с ним теперь? Найду какое-нибудь место по суше, чтобы звонить по телефону. Нифига себе, что с машиной стало. Что еще туда сунуть? Что еще туда сунуть? Это типа зачем мне туда идти? Зачем? У меня на сегодня норма по плохим новостям перевыполнена. Да. Странно. Зачем вообще нужно было сомнение тогда? Попробуем в парке. Док, вы что, уезжаете? Нет, никуда я не уезжаю. Почему тогда с багажом? Я... У меня возникли проблемы с отелем. Ага. Выпьете? Пока нет. Рэндалл, могу я оставить здесь чемодан, пока не найду себе новое место? Черт, вы меня серьезно волнуете. Что вы опять натворили? Я и сам не знаю. Знаете, что я вам скажу? Я сыт по горло. И у некоторых людей теперь будут большие неприятности. Лучше бы вы отдали пистолет обратно Райтеру, док. Нет, он мне нужен. Звучит неважно. А что там со счетом? Пусть о нем беспокоится проклятый отель. Меня это больше не интересует. Да нет, я про мой счет. О, слушайте, вы получите свои деньги, Рэндалл. А сейчас мне пора. Что вы собираетесь делать? Док, вы же не станете делать глупости, правда? Кто знает? Потому что я Бальтман. На, извините. Я жду. Моретти наверняка вот-вот придет. Ну окей. Да, Моретти же сказал, что мы встретимся. Где он? Не дай бог, Моретти вынесли. Я просто буду в фонке. Никого нет. И что делать? Какой-то фигурает. И тут он. Так, а это нехорошо. Раньше мы не могли с ним контактировать. Хорошо. Нет, 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 нет. Пожалуйста, не... Черт! Но это... Это... О, господи. О, господи! Спокойно. Только спокойно. Вот теперь мы в полную. Теперь у меня больше никого нет. Видимо, он все-таки докопался. Все пропало. Да? Он все-таки докопался до правды. Молодец, Джо. Блин, такого юморного парня вынесли. Черт. Мистер Макнамар, а я вас жду. Неужели? Пожалуйста, отдайте мне ключи. Ваша работа здесь закончена. Мы об этом уже говорили. Ключи я оставлю у себя. А сейчас мне пора работать. Вы никуда не пойдете. С дороги, доктор. А не то? А не то у вас будут большие проблемы. Вы мне угрожаете? Дорогой коллега, вы совершенно неправильно оцениваете ситуацию. Ваше время здесь истекло. Ваших пациентов завтра рано утром переводят в Вашингтон. В Вашингтон? А почему я об этом ничего не знаю? Ну, теперь вы знаете. И вам этого должно быть достаточно. В какую клинику? Вас это больше не должно волновать. Сегодня вечером мы ожидаем специальный транспорт для перевозки. Я должен попросить вас до того времени побыть здесь, у нас, чтобы перевод больных прошел без осложнений. Кроме того, тогда у вас будет возможность поговорить о Вашем отстранении. Вы же так к этому стремились. Это, безусловно, будет очень поучительно. Приезжает представитель органов здравоохранения? Скажем так, приезжает человек, который уполномочен разобраться в Вашем случае. А до того времени вы останетесь здесь, на территории. Ворота я запер. Мы посмотрим, кто и в чем будет разбираться. Я сейчас вернусь. К больным меня не пускают. Уйти мне не дают. Ворота не открываются. Значит, сюда. Безнадежно. Безнадежно. Тыри, нафиг. Она не возьмет руку. Все, мы просто... Нет слов. Никого нет. Разумеется. Что делать, я не знаю. Просто в тупике. Безнадежно. Ворота не открываются. И че? Ага. То есть мне все-таки надо что-то придумать. Ну, попробуем так. Ладно, доктор. Вот и я. Что это значит? Немедленно уберите оружие. Мне очень жаль, доктор. Я просто не мог смириться с тем, что вы здесь творите. Только давайте без глупостей. Вы же в тюрьму пойдете, Дэвид. А я почему-то думаю, что это вы пойдете в тюрьму. Вы так безнадежно наивны, Дэвид. Скоро вы поймете, с кем связались. Я надеюсь. Идите, пожалуйста, в кабинет, доктор. И вы тоже, Тамара. Только помедленнее. Что вы хотите сделать? Пристрелить нас? Это вполне возможно, если вы откажетесь со мной сотрудничать. Стреляйте, если хотите. Мне нечего терять. Мне тоже. Можете поверить. В кабинет, доктор. Шевелитесь. Сядьте на стул. А если не сяду? Садитесь. И вы тоже, Тамара. Руки за спину. Вам далеко не уйти, Дэвид. Это мы еще посмотрим. Отдыхайте. Надо выиграть нам немного времени. Ну, или если против нас отполчаться, мы конкретно будем в попе. Теперь нужно закончить работу с ребенком. Вот и вы, наконец. Доктор был здесь. Я знаю. Не беспокойся. Он больше не придет. Где он? Он спит. А что, если он проснется? Он будет спать 24 часа, мальчик. Вы дали ему снотворное. Именно так. И сестре тоже. Нам никто не помешает. По крайней мере, некоторое время. Послушай, твои товарищи еще без сознания, но скоро они придут в себя. А мы сейчас проведем еще один сеанс. А потом? А потом вам надо будет немедленно уходить. У меня ни шмоток, ни бабок. Неважно. Вам надо бежать. Немедленно. Куда? Все равно куда. Лишь бы подальше отсюда. Но... Мы еще об этом поговорим. А теперь соберись. Проведем последний сеанс. Ты помнишь, как вы встретились в компьютерном зале, правда? Да. Попробуй вернуться в то время. Я должен знать, где вы были и что именно вы там делали. Какая программа была запущена на компьютерах? Что с вами произошло? Почему вы там оказались? И почему именно вы пятеро? Я больше не могу, док. Мне страшно. Я должен знать. Пожалуйста, попробуй. Хорошо. Там опять это... Это... Кухня. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы пришли. Вы знаете, почему вы здесь? Фирма Next Generation выбрала вас в качестве первых тестеров своего новейшего проекта. Мы отобрали только самых талантливых, самых лучших тестеров. Вы можете гордиться собой. Это награда, которую вручают не каждому. принять участие в тестировании нашей революционной программы. Мы не боялись никаких расходов, чтобы тестирование прошло в соответствующей обстановке, в подходящем по колориту и полностью защищенном от внешних воздействий месте. В течение недели в Forty Tilden вам никто не помешает. Вы сами будете решать, когда и как долго вы будете тестировать наш Голиат. Единственное условие состоит в том, чтобы тестирование было доведено до конца. У вас достаточно еды, есть напитки и все необходимое. Вы знаете, что мобильники и прочие средства связи строго запрещены. Для вашей безопасности весь комплекс оборудован скрытыми камерами. В крайнем случае мы сразу же вмешаемся. Не беспокойтесь об этом. Вот и все. Есть какие-нибудь вопросы? Нет. Нет? Это память в площадке. Очень хорошо. В таком случае благодарю за внимание. Голиат ждет вас. Программа, скорее всего, в комнате, которая заперта. Ни пуха, ни пера. Значит, тестирование. Тестирование программы. Forty Tilden. Это на полуострове, в бухте. Как раз напротив Манхэттена. Да, точно. Там мы и были. А этот человек... Как называлась его фирма? Я... Я... Я уже не помню. Хм... Но эта программа, которая сделала с вами такое... Это мне знакомо. Ну ладно. Хватит. Вы должны бежать. Я не знаю, смогу ли я идти. Ты должен. Ну, пошли, пошли. Хорошо. Здесь вам оставаться в любом случае нельзя. Я оставлю вас на свободе. Посмотрим, что вы предпримете. Лучше всего вам разделиться и затаиться на пару дней. А вы что будете делать? Я поеду прямиком в Fort Tilden. Не делайте этого, доктор. Они вас убьют. Даже не думай. Будьте осторожны. Где мы с вами встретимся? На Ривингтон-стрит есть бар. Называется Козадой. Через пару дней приходите туда. Скажите бармену, что вас послал док. Ну вот. А теперь бегите. Удачи вам. Так, а как нам пойти в Fort Tilden? А, все еще там? Я понимаю, что все еще там, но он все еще там. Все, мы как будто пакет накинули сзади. Просто не задушили. Блин. Блин. Нет, мне нужно как-нибудь попасть в Fort Tilden. И срочно! Эй, стоп. Я знаю как. Шлюпка все еще там. Реклама какой-то компьютерной игры. Разработана House of Tales. Никогда не слышал. Скорее всего, ссылка к компании, разработавшей эту игру. Да, разумеется. Я так и понял. Ну, ах, мне нравится мне все это. Мы, я не думаю, что мы сможем победить, ну, в смысле, корпорацию. Потому что, все, никто нам не верит. Нас выгудут за психа. И все. На этом все закончится. Нас еще и завалят не будет в конце. Ох ты ж, ну, молодец. Ты еще и перевернулся. Красавчик Макнамара. Ну, упертый. Ладно. Отдаем должное ему. Давай. Давай, Макнамара. В бурю, нахлепке, это, конечно, просто самовисство. Ну, вот и портил там. Будто, как будто блондин с них сбежал. Черт, нелегко. Все мои вещи куда-то пропали. И коммуникатора тоже нет. А там все записи. Проклятие. Все записи утрачены. Это что-то знакомое. Мальчики из первой и третьей палаты рассказывали про нее. Там еще есть бочка, но как я туда попаду с этой стороны? На заборе колючая проволока. Без спецкостюма туда не перелезть. Надувная лодка. Надувная лодка. Все пропустили. И представляется. На заборе колючая проволока. Я понял. Без спецкостюма туда не перелезть. На заборе колючая проволока. Окей, окей, я понял. Без спецкостюма туда не перелезть. Просто руки замотать чем-нибудь. Обойти мы не можем, да? Никуда не хочет идти. Сланец. Край на вид очень острый. Так, не говори, что мы хотим. Я не знаю, как мы будем возвращаться. Нет. Ты серьезно хочешь резать им... Я что-то не понимаю, да? На заборе колючая проволока. Я думал, он пробьет им лодка. Без спецкостюма туда не перелезть. Сланец. Край на вид очень острый. Надувная лодка. Пробиваем этой пигме надувную лодку. А что не так-то? Пролезаем лодку, накидываем лодку, вверху пролезаем. Он не хочет интоктировать. Ну, явно не лезает же Сланцем этот. На заборе колючая проволока. Без спецкостюма туда не перелезть. Чертов Сланец. Что делать? Ну, он придет сейчас, да. Я понял. Ладно, время как-никак подходит к концу. Так что, проблему Сланца мы будем решать уже в следующий раз. Эх. Ну, с вами был канал Life and Games. Я думаю, мы уже более чем близки к разгадке. Эх. Жалко, Мареке. Теперь я точно добавлю свой список детективов. Черт. Какое чувство юмора мы потеряли. Эх. Ну, пока-пока. Продолжение следует...